МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИТАЕМ ВАС У ЭФИРЫ БЕЛАРУСТЬ КАЛЕДОСКОП КУЛЬТУРНЫХ НОВИН, ВЯДОМЫХ ИМЕН И ПАМЯТНЫХ ДАТ на календары 29-го листопада, і мы починаем программу с цікавой навины для дейчого мастацтва. Национальная премия у Галине Ваяўленчага мастацтва у першыню будзе уручану Беларусі ў 2017-м годзе. Стать ўдзельніками конкурсу маяць махчымаці аутры твору Ваяўленчага мастацтва ў любых видах, жанрах і мастацкіх техніках, а таксама аутры твору літературы пра Ваяўленчага мастацтва, створаных за апошнія 3 годы. Заяўкі на ўдзел ў конкурсі можна яшча паспець падаць да 30-го листопада. Магилёвскі Абласны Драматычны Театр рыхтуе прэмьеру шпіктакль «Скары» напаводля пьесы Микалая Рудкоускага ў постановцы Саулю Саварнаса. У будышым годзе спаўняецца 500 гадоў выданню першый Беларускай Библии. Магилёвскі Театр першам ў краіні працтавець шпіктакль пра першы друкара да важная дата ў історый Беларусі. Сеўдня мы будзм гаваріць о Франциске Скарыне. Першы друкар Франциск Скарына гістарычная асоба, пра яку ўведаюць навад молодшыя школьнікі. Але гэта не значыць, што спіктакль будзе падобны на сухую энциклапедаю. Стваральнікі хочыць адкрыць глядачам Скарыну чалавека і змагыра за свою справу. Он дзялыць шаг за шагам, уверенно, медленно, но уверенно, і буравит то, що называется там, не знаю, как-нибудь недосягаемым гранитом счастья. Очень простой человек, как мы с вами, но он почувствувал своё призвання, вот этот путь. Он почему-то знал, что ему это нужно сделать. И несмотря ни на что, он просто шёл. Актрисе, якая выконвая ролю жонки с Карыны Маргариты, специально для роли довелось навучаться ходить на пуантах. У спектаклі будуть незвычайные творчі ходы, які уразять публіку. Аньол, што вядзе по житті героя, книга, якая гарыць таемнічим агнём, и ещё живая змяя, якая з'явится в сцене обраду масонского братерства. Тыгровый пітон-альбинос Зіна добра чувая себе на сцене, а я ее господару цікаво стать часткой театра. Ну, как-то почувствую себя хоть чуть-чуть в той эпоху, когда они жили. Хоть как-то приблизиться к ней немножко. Працы шмат, а премьера близка. Даречу, спектаклі глядачы убачать і гравюры з книг с Карыны. То, чем жил, да, я думаю, очень сегодня актуально вернуться к этим ценностям. Человек, который был честен с собой, со своей совістью, и который жил по ею. Ансамбль «Белорусские песняры» подрихтовал для своих прихильников незвычайную программу. Сьогоднішній концерт, примеркованный до 65-ти годів заслужних артист Республіки Беларусь Валерия Дайнеки. Публіку чекають як самая вядомая песня белорусських песняров, так і класичная композиція песняров. Правда, Беловіжську пушчу Валерия Дайнеки і белорусські песняры виконують столь кінабіс. Цікава, ці удастся прихильникам пераканать артистів у гэтым. І у протяг темы музыки. Эстрадно-симфонічний оркестр Гомельська областной филармонія відзначив свій 20-й день народження. Музыканты выступили з юбилейной концертной программой Classic New. Эстрадно-симфонічний оркестр Гомельській областной филармонії відзначив свій 20-й день народження. Музыканты выступили з юбилейной концертной программой Classic New. Слухачі змогли погрузіться в атмосферу классічной музыки у сучасной интерпретации. Знайоміюся мелодою по-майстерску наполняліся нотками джазу, року і естрады. Кожны номер прым'єрной программы Classic New був па свойм оригінальним і запамінальним. Ярким акцентам вечера стала віртуознае виконання оркестрам у суправадженні малявнічага святлавого шоу з елементами хореографії. Гэту сваясаблівым музичний сюрприз для меломанов. Молодежь, она воспринимає класику немножко по-другому. Почему-то им кажуться немножко скучноватими темпи, ритмы тех лет. Хотя для мене класика остається класикою в своєм первозданном, первоначальному віде. Это то, на чому музыканты, настоящі музиканты воспитываються, то, на чому вони позже становятся действительно хорошими музыкантами. Так вот, эта программа, наверное, в какой-то степені подготовлена для молодежи. Воспитання у них классических традиций, но в современных стилях и ритмах, которые, как нам показалось, им на сьогоднішній день ближе. Под час юбилейного вечера музыканты эстрадно-симфонічного оркестра Гомельской областной филармонії дарили слухачам выключна становчі эмоції і ураженні. Гэта подтвердзіли счастливі усмішкі і здавалася без конці аплодисмента гостей. І знову вертаємся ў беларускую століцу. Дзі сёння у молодежным театра эстрады гучыць фінальны гала концерт добрачынной акцій «Дарога добра». Такія концерты стали штугадовай традиція творчай майстерні эстраднага мастацтва Хвілінка Татьяны Пановай. Неабыякавамі апынуліся і многі зоркі нашай эстрады. До 120 годзі з дня нараджэння Кондрата Крапівы у століцей спектакль створны па маловядумых листах пісьменніка да свайго старайшага сына Барыса па ініціативі і прысо-аутарстві ўнучкі Аліны Атраховіч. Ті правда, што актёры заняты ў пастанокі праводзять ў домі радую дні і ночі напраліт, даведуемся акурат зараз. Талінк пісьменніка набыток яго народа і часта самая асабістая становіцца матырыялам для творчасті. Лісты з фронту старайшага сына народнага пісьменніка Беларусі Кондрата Крапівы склалі аснову новага спектакля Беларускага радыо «Пісьмы вернуты з нібытця». Маленькі папяровы трохвугольнічкі символы целага пакалэння імінавіта про яго разповідаюць аутры гэты щыры і праміздявай пастанавкі Гэты лісты Кондрат Крапіва заховував з часу вайны і ўсю жыццё і яны мені кранулі бо ў гэтых лістах адбіўся лёс маўго дзяцькі роднага а ў той же час ў гэтых лістах мы бачым лёс целага пакалэння Рулю народнага пісьменніка выконувае народнага артыст Купалавець Арнольд Памазан Сын гаворыць голосам актёра театра юнага глядача Андреа Каралевича пісьма вернуты із нібыця рыхтуюць до ефіру ў год 120 годзя Кондрата Крапівы Прыхільнікам опернага мастацтва Вялікі Таатр сёння прапаную паслухаць самы задушэвны пээтычны твор Джузэпе Вэрді опэру Травіята аснова якой стала драма Александра Дюма сына дама с камеліями пастанавка не сыходзіла з беларускай сцэны амаль 20 гадоў Передапошній пакас Травіяты на ўгул стал эксклюзівным У ім былі задзейнічаны французскі італьянскі і беларускі оперныя артысты У наступным годзі на беларускай сцене з'явіцца новая Травіята Имя піаниста Ихара Алоунікова добра вядомая сярот музыканта у нашай країны Маэстро с поспіхам гастролюя па беларускім і замежным гарадам Выступай як сольными фортепіянными і арганными праграмамі так і у камерных ансамблях з вядомыми салістами інструменталістами а так самай симфанічным і камерным оркестрамі Сьогодні пачуць шэдеур ісусветнай класікі ў выкананні ігара Алоунікова Маэ Шаніц Брэцкая публіка Відэці ёсць такі абрады па якіх можна зняць цэлу стушку Вус, напрыклад Вясільны каравай які захаваўся до наших дзён Ні ўсё тое, што ады шло ады шло назавсёды Увёсцы Моталь Івановскага района малаць працягвае граць веселі па сценаріях прудкаў Да, панятно, што жених і невесты – это те главны люди без каторых свадьбы не будзі А ззэсь все наоборот без караваўі не будзі свадьбы Нашы бабулі верлі караваў ўплывая на будучше жыцьо маладых Таму пра ёго выпяканні існавала безніч Забаронав і забабонав не магло быць аніяких дробязів Ні ў прадуктах Ні ў падборы караваўніц Жанчыны, які будзі ёго мясіць і упрыгожваць Мелі значэння навад дровы, якімі распалювайцца піч Адметнаць Мотальскага караваю – шышкі Їх павінна быць па пяць на кожным караваі Двайчаткі і трайчаткі Пад час застолья маладыя абменяюцца ярко упрыгожаными галінками Хочэцца все-таки для дікей счастья І, ну, шытаў, шо, еслі мы так все зделаў по-правільному то будзіць і ў дікей счастья в жызні Зараз ідея паўновартасная праца па наданні абраду статуса нематеріяльно-культурной спадшыны Гэта робіцца для таго Кабйон був затверджана комісія ЮНЕСКО якая падтрымлівае ідею захавання аутэнтычных абрадов Дарэчы, грант на падтрымку і захавання пероемності складае 25 тыс. долару А ў Витівскім театрі Якуба Коласа сёння паказываў сценичну версію знакамітай стушкі шведськага режісёра Інгмана Бергмана Восінськая саната ў пастановці Ігора Бояранцава Нашна размова, мінавіта так вызначэны жанр спектакля становіцца саправдной сповідзі, ў якой центральнае місце адведзіна адвечнае темі батькоў і дзяттей пастановка дзі не на вялікая сцені а ў театральны гастеўні што яшчэ больш набліжае актёров да глядача, а глядача да актёров ў працяг вандроўкі па Вітіпшчыні гістору свэго горада ў живапісных работах працтавіў вядомы вітіпскі мастак і выкладчык Віктор Сарокін старажытныя вулачкі, дравляныя будынкі вялікасныя храмы аутар лічыць сябе працтаўніком гісторычнага жанру ў живапісі перш чым працтупіць да работы мастак досканала вылучае адпаведныя дакумэнты і ўспаміны вядомых землякоў таму карціны Віктора Сарокіна цікавыя не толькі з мастацкага але і з гісторычнага пункту гледжанні А тым часам російські актёры Яугеня Добравольська і Віктор Логіна ў привезлі ў Мінск адзін з самых віртуозных психологічных трэллераў з Тывіна Кінга актёры працтануць перад глядачамі ў театральныя версія драматычныя історія фанатычнай любові чытачкі да аутара сентыментальных раманов «Мізеры» – так называецца шпіктакль але на самой справі гэта інша реальнаць полная складаны психології, пачуццаў і эмоціі працягвае калідаскоп галіры славутых імянінніка ў гэтага дня сёння прамай віншаванні вядамай актрыса театра і кіно заслужна артыстка Расі Ніна Гребяшкова ў савецкіх фільмах «Каска пра «Страчаны час» і «Дыжывём да панядзілка» яна сыграла ролю настаўніцы якой хатела быць ў дзятінстве аднак найбольш глядачы памятуюць яе яскравы ролі ў культовых комедах Леонида Гайдае, якому на працягу сарака гадоў яна была жонкай і музай і гадоў ма сёння мы віншуем з днём нараджэння шпівака музыканта заслужных артыста Распубліки Беларусь Валерія Дайнэку ягод садоўны голос слухачы пазнаюць с першых нот 16 гадоў ён был альтыстам, вокалістам і аранжыровчыкам легендарнага ансамбля пісняры пасля працаваў у Дзержаўным концертным аркестры Распубліки Беларусь под керавництвам Михаіла Фінберга а с 1998 гада працягваў свою музычну карьеру ў ансамблі Беларуські пісняры мы не могли обысти увагу юбилей музыканта і накераваліся до ягоу гості кап павіншавацца святам і пагутырыць пражыццё у творчасти Валерия, здраствуйте! Калейдоскоп от всей души поздравляє вас с юбилеем! Спасибо! Мы встречались с вами ровно год назад каким был для вас этот год? Как для музыканта, певца, как для человека? Удачный такой год объўмный в смысле творчества и там поездок год хороший Юбилейный Да, мало того, что он юбилейный Да, вот, кстати, я дедушкой стал дважды причем сразу то есть у меня появилась внучка, а потом внук то есть статус мой поменялся вот в чем дело Вы выросли в музыкальной семье уже с детства видели себя значительной личностью в музыкальном мире? Ни в коем случае я в детстве вообще кем только не мечтал вообще быть получилось так, что я уже играл на скрипке мне это страшно не нравилось параллельно пробовал играть в том числе на кларнете, на саксофоне отец был в музыкальной школе директором приносил инструменты домой, чтобы я мог попробовать но он меня все-таки переубедил он сказал, что что такое кларнет, саксофон? будешь ходить там на кладбище играть почему-то на кладбище я не знаю, почему-то я должен был похоронный марш играть на кларнете но тем не менее стал петь ну, пою и пою Со словами в свой адрес лучший мужской голос постсоветского пространства вы, конечно же, и скромности не согласитесь Нет, ну, с этим полная чепуха вообще дело в том, что их так много, что я даже, наверное, сейчас бы готов был бы покраснеть совершенно спокойно к этому отношусь на постсоветском пространстве есть прекрасные вокалисты есть люди с уникальными голосами, с диапазоном чем я не могу похвастаться? ну, что есть, то есть вас хватает на жизнь в Минске, в Москве на работу в белорусских песнярах и сольные проекты, на хобби, личную жизнь а как вы вообще все это успеваете? все успеваю иногда перекликаются наши работы что ж по делу? если это в одном городе, мы стараемся как-то помочь друг другу какой-то концерт раньше начать, я убегаю но чаще всего я отказываюсь от своей работы и работаю с белорусскими песнями потому что просто считаю, что это серьезно это всерьез и надолго концерт белорусских песняров в какой мере он будет юбилейным концертом для Валерия Дайнека? будет несколько произведений не хочу открывать секрет будут какие-то сюрпризы, чисто музыкальные то есть произведения, которые все уже слышали и все знают будет, наверное, пару песен, которые вообще впервые прозвучат будут песни, некоторые соединены склеены, несоединимы некоторые песни белорусские будут звучать фрагментарно но они будут соединены а некоторые песни прозвучат у нас, в нашем ансамбле впервые и тоже будут соединены с такими песнями, которые никто никогда не ожидал от песняров услышать и вот такие и будут эпизоды Валерий, еще раз поздравляем вас с юбилеем и с нетерпением ждем ваших выступлений на родине спасибо И пока льга это все, что мы поспели вам рассказать Калейдоскоп новинкультуры можно глядеть не только у эфира а и на нашем ютуб канале До сустречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»